Сегодня Всемирный день психического здоровья. Он призван напомнить человечеству о том, как важно сохранять душевное равновесие, особенно в наше неспокойное время. К сожалению, диагнозов, связанных с расстройством психики, с каждым годом становится все больше и больше. Между тем, есть много простых и действенных способов позаботиться о душевном комфорте. Как всегда, медицинские работники готовы поделиться рецептом. Все гениальное просто. Врачи Республиканской психиатрической больницы пригласили соседей, сотрудников противотуберкулезного, наркологического и кожно-венерологического диспансеров на зарядку. Существует взаимосвязь между эмоциональным состоянием и физическим самочувствием. Когда мы себя плохо чувствуем, у нас нет физических сил. Когда у нас плохое настроение, у нас нет физических сил. А когда мы занимаемся физической активностью, движением, то поднимается настроение. Поэтому сегодня мы хотим поднять настроение с помощью физических упражнений. Всем в России известно, что стресс лечится с помощью трех С. Спорт, спирт, секс. Врачи не оспаривают это утверждение. Лишь напоминают, значение двух последних сильно преувеличено. Кроме того, с алкоголем вообще надо быть крайне осторожным, чтобы не заполучить себе еще несколько диагнозов. Спорт же вне конкуренции. И вовсе не обязательно покорять олимпийский пьедестал. Положительный эффект наблюдается уже после 10 минут активных движений на свежем воздухе. Когда выходишь на природу, действительно, что ты полностью расслабляешься. И все у тебя отдыхает. И душа, и тело все отдыхает. Это действительность, это правильно. Очень хорошая зарядка. Надо почаще такое. Тем, кому нужны не эмоции, а аргументы, врачи готовы пояснить. При стрессе в организме вырабатываются кортизол и адреналин, которые губительно действуют на сердце, сосуды, печень, легкий мозг, сломан на все органы. Нейтрализуют их действия дофамин, серотонин и эндорфин. Запустить выработку этих гормонов радости в организме легче всего с помощью занятий спортом. Будьте здоровы! Елена Гальперина, Арена Гавилян, Республика.